Сзади меня LaFitness, это сеть спортивных залов в Америке. У них есть небольшой минус, то что в субботу-воскресенье они работают до 5 часов вечера, а также в будние дни до 10 часов вечера, что не есть хорошо для меня, так как я иногда тренируюсь и в 12 ночи, и после 12, и также в выходные я тоже хожу в зал, и так что для меня это очень важно. До этого мы ходили в зал, который работает 24 часа, мне что-то не понравилось в нем, то, что было в нем грязно, а также везде нам было таскать сумку, потому что в ваших ящиках могут украсть, даже если вы купили замок за свои деньги, там, установили его, все равно может что-то произойти, вот это, конечно, не очень. И вообще я всегда хотел снимать такого рода видео, делать обзоры на места, чтобы люди такие, как мы, по приезду в США, всегда могли быть осведомлены, куда они могут пойти, где можно будет купить там одежду, еду, продукты питания, также сходить в зал и по тренингу. По жилью мы смотрели, перед приездом искали, такой информации мы толком не нашли, но не знали, что с Airbnb действительно выгодно снимать на первые месяца по приезду, если бюджет, допустим, ограничен. Вам также не надо будет носить никаких депозитов, и также будут все условия, как вы видели в прошлых моих видео, имеется кухня, имеется ванна, все, что нужно для нормальной жизни. Давайте посмотрим, узнаем условия, что почем, сколько в месяц, ехать. Такой вот большой зал, много людей, много тренажеров разных, которых у нас нет. Очень чисто здесь, все занимаются. Монты 25, это около 11 килограмм. Такое чувство, как он дойдет полтонны. Всего около 62 килограмм на грейпфе. Миссовые показатели упали. В области с такой колясочкой. Она чуть дезинфицируется. Все-таки в Штатах все боятся коронавируса. У нас такой пул. Можно поплавать. Вот мы и потренили в этом зале. Апонемент там обошелся 100 долларов. Получается, мы наперед должны оплатить сразу за два месяца. Но при этом мы можем позвать еще двух людей. А также мы привязываем, получается, дебетовую карту. У наших Банков Америка. И получается, каждый месяц будет списываться оплата. 50 долларов каждый месяц, получается, абонемент стоит в этом зале. Раздевалку я не стал снимать. Там такая же ситуация оказывается. Я так понял, это возможно везде. Тебе нужно покупать этот замок. Своему шкафу его пристегивать. Чтоб там никто ничего не украл. И получается, все ходят как барахольщики по этому залу. Так что в этот раз было то же самое. Также было очень много народу. Но возможно из-за того, что мы пришли в 6 часов вечера. Все, видимо, сработаем. И приходилось ждать там несколько десяток минут, чтобы освободились там скамейки, либо другие тренажеры. Пришла моя первая посылка. Самая зона. Давайте посмотрим, что внутри. Это у нас беспроводной микрофон. Теперь влоги будут на другом уровне. Вложение в мой канал, так сказать. Бренд микрофона не совсем понятен. Но получается идет такой кейс. Два микрофона я взял, чтобы в дальнейшем брать интервью у людей. И тут идут такие запасные бесшумка идет. И клепочка. И зарядка с инструкцией. И вот микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Как слышно. Надеюсь, он хорошо работает. Без всяких шумов. Без всяких визжаний. Без всяких визжаний. Потому что часто таких микрофонов бывает. Ну, хотел бы также сказать об Амазон. Это такая классная платформа. Если сравнивать то, что мы отправляем с Китая, допустим, в Россию, в Казахстан. И сколько процессов это занимает. Допустим, для наших стран это занимает, если по белому отправлять, процессов 10-15. А с Амазоном это занимает буквально пару процессов. И я до этого полгода занимался Амазоном. Помогал людям закупать товар. И отправлять сюда, в США. В этом процессе я многому чему обучился. Много наделал ошибок. И, конечно, сейчас я не могу этим заняться. Так как бюджет не позволяет. Нужно сначала здесь освоиться. Сначала нужно найти жилье. Полностью обустроиться. Это главное. Потом найти работу. И уже потихоньку, когда будет определенный капитал, я уже 100% буду заниматься Амазоном. Я в этом уверен. Потому что это не так уж сложно на самом деле, как это кажется. И это намного-намного проще в плане процесса. И вообще, что требуется от вас. Допустим, заказать у поставщика. И отправить уже на склад Амазон и продать продавцу. Это буквально несколько этапов. Они очень просты. И попозже я буду раскрывать эту тему. Качество оказалось так себе. Поэтому буду возвращать обратно. Вы сами это все услышали, увидели. И надо будет, видимо, брать DJI. Который стоит больше 300 долларов. Либо ROT. Но сейчас по день DJI рулит. Так что позже будем брать DJI. Такие вот стиральные машинки. Стиральная машинка. Это такая большая сушилка. Вот так она открывается. Ох, капец у нас здоровая. Стиральная машинка тоже большая. Сколько здесь литров? Средства. Инструкция для чайников. Солнце. О. Ну что, типа максимум, да? Коду. Типа за эту нельзя заходить. Мы вообще не знаем, как пользоваться. Какие здесь средства. Солнце, да? Maybe. So. Тут, наверное, система везде одна и та же. Давай поставим деликатная. Да, давай. Деликатная? Да? Солнце. Давай. Или нормально? Или лучше деликатная? Ладно. Пытаемся разобраться, как работает сушилка. Mixed loads. У нас же разные, типа, вещи. Давай. Ну, или деликатная тоже поставим. Деликатная сколько поремен. Это тоже самое, мне кажется. Давай деликатная. Ага. Давай. Все? Давай. Все, пошло. Чтобы вернуть посылку, на самом деле, это не очень сложный процесс. Можно зайти в вашу корзину, нажать на товар, который вы хотите вернуть, потом спуститься вниз, и там вы увидите, где, типа, вернуть товар, и дальше выбрать причину о том, что вы купили неправильно. Там нажимаем продолжить, и там можно будет оказать, чтобы деньги вернулись на ваш аккаунт, который в Амазоне. Денежный аккаунт, либо на карту. Сейчас продавца я спросил, он сказал, что надо, что можно и на карту, там в течение четырех. Трех-четырех. Да. А вот на Амазон где-то неделю. Хотя на Амазоне написано, что там, типа, быстрее. На самом деле это не так. И там же, когда вы нажимаете продолжить, там появляется у вас накладная, куда нужно будет вернуть посылку и просит распечатать. Но не всегда это надо делать. Можно и вот сзади нас UPS Store. Там можно увеличить, показать. Типа, если там написано viprint, они печатают, они все делают. И стоит это около доллара. Поэтому печатать самому не надо. Можно найти такой магазин, где все готово. Распечатают и отправят. Получится такую бумажку. Это, наверное, чек. Там накладание я еще не смотрел. И все. И посылка придет обратно и ждите деньги обратно. Цены вы увидите здесь. Тут есть пармезан, сыр. Вот такой он большой, неорганический. Он стоит 6 долларов. Есть такой же пармезан. Меньше, ну, во сколько? В два раза точно. Цена его 7 долларов. Честно, я думаю, есть такой лайфхак. Проще брать такие нормальные сыры и ничего не будет. Потому что американцы, мне кажется, немного заморочены по поводу органики. И не только с этим, там, с фруктами и еще с другими продуктами. Вы, получается, плоти дороже и получается в два раза меньше. Кола 2.69. И пеппер тоже. Zero sugar. Пеппер возьмем. Наверное, то, чем я сейчас занимаюсь, я потихоньку буду отходить от этого дела. Так как, если сравнивать зарплаты по отношению с США и то, что зарабатываю я сейчас, этого точно не хватает. Допустим, если в месяц где-то выходит 500-1000 долларов у меня, бывало больше, бывало меньше. Все зависимости от ситуации. А в последнее время вы сами знаете, какая ситуация. Ну и Новый год на носу. Поэтому нужно сейчас начинать зарабатывать доллары. Крайне я говорил, что буду искать работу, жилье. Но самое главное сейчас работа. Потому что от нее все исходит. С этим проблем в Штатах 100% нет. Особенно, когда ты такой везунчик, как и мы в нашей ситуации. Потому что у нас все намного проще. Весь тяжелый груз спал с наших плеч, когда мы выиграли грин-карт. Мы вот получили ССН. Мы можем спокойно, как американцы, идти устраиваться на работу. У нас есть знания английского. Вот у сладкой есть английский вообще на очень высоком уровне. Я думаю, где-то адванс. А у меня, конечно, такого уровня нет. У меня где-то такой сернячок, такой уличный, такой сленговый английский. Который, ну, его хватает для общения с американцами, в работе. Ничего сложного. Английский вообще простой язык, на самом деле. Ничего сложного. Ну и китайский у меня, конечно, в рукаве. Он намного лучше, чем английский. Потому что я очень долго лет жил в Китае. Это было 6 лет. Я получал там образование. Я работал. Поэтому сейчас главное найти работу. А дальше все будет. Так что ждем следующих видео. Всем за эти.